Наверное, многие слышали шутку, что настойка боярышника – это такой коньяк для бедных. И все же интересно, с какой целью его продают в аптеке. В инструкции написано, что настойка плодов боярышника помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, при климаксе и даже снижает тревожность. Но что из этого правда? Работает ли боярышник при тревоге – непонятно. Да и при климаксе. Проверял ли кто-то его эффективность по этому вопросу? Противопоказаний у этой настойки мало. Хотя с болезнями сердца не стоит, возможно, экспериментировать с таким лекарством. Настойка боярышника – это лекарственный препарат. Его делают, заливая ягоды 70% этиловым спиртом. Через какое-то время спирт растворяет часть химических веществ, которые находятся в ягодах. И получается красновато-коричневая настойка. Ну а на литр лекарства, как выяснилось, уходит около 100 граммов ягод. Некоторые небольшие исследования показывают, что если принимать эту настойку, то снижается только диастолическое, то есть нижнее давление. А кто-то и говорит о том, что оно, наоборот, повышается. Есть и такие, которые говорят, что экстракты боярышника влияют на давление не лучше плацебо. Но экстракт боярышника – это нечто другое, чем настойка. А вот сами плоды боярышника, они действительно полезны. И можно самим людям сделать из них очень многое. Плоды можно есть сырыми, можно их посушить и заваривать чаи. Можно использовать цветочки боярышника, которые вот сейчас как раз-таки распускаются. Плод боярышника, он похож на меленькое яблоко. И бывает он даже до 4 сантиметров. А по виду они бывают и шаровидными, и грушевидными, и вытянутыми. И окраска плодов шиповника очень разная. А зависит она от вида, сорта. Она может быть бледно-оранжевато-желтой, может быть красной, бордовой, ярко-оранжевой. Или даже почти черной. Плоды боярышника обладают терпким острым вкусом, с мягкой сладостью. Ну а полностью созревают они к сентябрю. И что правда, это то, что боярышник – это действительно лекарственное растение. Однако доктора до сих пор не уверены, есть ли от него польза при болезнях сердечно-сосудистой системы. Листья и плоды растения содержат множество питательных веществ. В них есть флавониды, которые обладают доказанной антиоксидантной активностью. А также в них содержится более 150 видов других веществ. Среди них и жирные масла, и бета-каротин, селен, и куча разных витаминов. Но больше всего в ягодах боярышника находится фолиевой кислоты. Также эти ягоды содержат клетчатку, пектин, действующий как пребиотики. В составе плодов боярышника есть ряд органических кислот. Олеиновая кислота – она одна из главных жирных кислот, которые благотворно воздействуют на клетки организма и вызывают омолаживающий эффект. Яблочная, лимонная, урсоловая кислота – они помогают в профилактике онкологических заболеваний. Рекомендуемой нормой в день считается прием 100 граммов боярышника. Но следует учесть, что плоды боярышника проявляют все свои полезные свойства только в результате длительного употребления. Калорийность боярышника – 62 килокалории, белков около 1 грамма, жиров в боярышнике нет вообще, а углеводов около 14 граммов. Полезные свойства боярышника можно объяснить его составом. В этих ягодах содержится обширный комплекс витаминов и множество биологически активных веществ. Боярышник может улучшить кровоснабжение, помогает при нервозности, мигрени, головокружении. И ягода эта оказывает расширяющее действие на сосуды, помогает сердцу усваивать кислород и бороться с аритмией. Следовательно, у ягод-то есть влияние на сердечно-сосудистую систему. А также боярышник поможет в повышении иммунитета. Он хороший помощник в выведении холестерина и снижает уровень сахара в крови. Особенно хорош боярышник с черными плодами. И он поможет страдающим атеросклерозом, опухолевыми заболеваниями. Его плоды богаты антоцианами, противниками свободных радикалов. А самыми целебными свойствами обладает боярышник – с плодами ярко-красного цвета, похожими на мелкие яблочки, которые по вкусу даже напоминают шиповник. Но в мякоти плодов боярышника, той же аскорбиновой кислоты, гораздо больше, чем в шиповнике. И наличие в боярышнике сорбита и фруктозы делает его полезным для больных с сахарным диабетом. И в нем ко всему содержится холин, снижающий уровень холестерина и улучшающий внимание и память. Ну а механизм действия ягод боярышника или экстракта боярышника, он уникален. Он вызывает расширение кровеносных сосудов и обладает мягким мочегонным действием. Можно заварить сухие плоды шиповника и пить чай. Можно есть сырые ягоды. Можно эти ягоды даже добавлять в компот. А также делать неплохо чайный настой в термосе из боярышника. В народной медицине используют настой и отвары плодов шиповника. И замечено, что при их применении нормализуется частота пульса, у кого он завышен или низковат. Улучшается общее самочувствие. При сердечной недостаточности, слабости, даже одышке, рекомендуется съедать от трех до пяти свежих плодов. И можно даже это делать и два, и три раза в день. При болях же в сердце, бессоннице, общей слабости, можно залить какое-то количество ягод и настоять в термосе часа два. И выпивать этот настой можно по одной трети стакана в течение дня. Аромат заваренного боярышника, он чудесный, а вкус его кисло-сладкий. Но вкус от ягоды к ягоде, он может быть разный. И это еще зависит от места произрастания. Полезны, кстати, не только плоды шиповника, но и его цветочки. Эффективен, к примеру, настой цветочков при климаксе. Их тоже заливают горячей водой, но не кипятком, и оставляют настояться часа на 3-4 или на ночь. И если утром натощак выпивать стакан такого полезного настоя, то неприятные проблемы при климаксе, они исчезнут. И если негде взять плоды боярышника, его цветочки, то это все продается. Кстати, из боярышника получается и отличная омолаживающая маска для увядающей кожи. Для этого мякость зрелых плодов хорошенько растирают. Добавляют яичный желток, немного меда и немного сметаны. Маску эту нужно наносить на кожу лица и шеи минут на 20. Ну а затем смывать теплой водой, и кожа станет бархатистой и эластичной. Но не стоит злоупотреблять боярышникам переедать, к примеру, потому что все-таки он имеет и вред, правда небольшой. Злоупотребление этой ягодой, ну, оно может привести к сонливости, нарушению сердечного ритма, а давление может стать низким, если переесть ягод боярышника. И не стоит есть ягоды на голодный желудок, потому что это может привести к сильным мышечным спазмам. Субтитры сделал DimaTorzok